Ауду биллахи мина шайтану раджим, бисмиллахи ррахмани ррахим, ва бихии наста'ин, ва хваххир наасрин ва му'ин. Вассалату вассаламу аля саиду ламбия и ва ламурсалин, ва аля алихи ттайбин аль-ттахирин аль-масумин, ва ла анатудда имату ва ла адаихим аджма'ин, и ла аки яум яуми дин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сёстры. Мы продолжаем наши уроки, посвящённые вопросам идеологии. На прошлом занятии мы начали рассмотрение вопроса об атрибутах Бога. Мы говорили о том, что атрибуты Бога делятся в первую очередь на утверждаемые и отрицаемые. Утверждаемые атрибуты — это те атрибуты, которые приписываются Богу. Это те атрибуты, которые утверждаются относительно Бога. Например, знания, могущество, жизнь, созидательство и так далее. И второй вид — это отрицаемые атрибуты. Это те атрибуты, те качества, которые свидетельствуют о недостатке, о нужде, о возможности их обладателя. Именно поэтому эти атрибуты отрицаются относительно Бога. Такие атрибуты, как телесность. Тело свидетельствует о нужде, об ограниченности своего обладателя. И как следствие, Бог не может быть телесным. Бог не обладает телом. Или же нахождение в каком-либо пространстве. То есть ограниченность пространством. Также отрицается. То есть это отрицаемые атрибуты. Наличие соучастника, наличие подобия, наличие равного, наличие детей, наличие жены, наличие сложности, наличие частей, из которых состоит. Все это отрицаемые атрибуты. Атрибуты, которые в силу того, что являются признаками недостатка и нужды, отрицаются. Они не присущи Богу. Это первое деление атрибутов Бога. Но, как мы говорили на прошлом занятии, атрибуты, утверждаемые, также делятся на две группы. Во-первых, это атрибуты, которые являются самостными, являются атрибутами сути. Что из себя представляет атрибут сути, мы говорили на прошлом занятии и подчеркнули, что особенность, важная, отличительная особенность атрибута сути, атрибута самости от атрибута действия заключается в том, что атрибут сути, в отличие от атрибута действия, является совершенством, является признаком совершенства. Это самый важный, отличительный признак, отличающий атрибут сути, атрибут самости от атрибута действия. То есть атрибута действия, который является второй разновидностью атрибутов утверждаемых, атрибут действия ни в коем случае не является совершенством, не свидетельствует о наличии совершенства у своего владельца. Хотя в какой-то мере может свидетельствовать, но само по себе наличие или отсутствие атрибута действия свидетельствует о наличии или отсутствии совершенных качеств у его обладателя. То есть скорее здесь речь идет не о том, что атрибут действия не свидетельствует о наличии или отсутствии совершенства, потому что так или иначе косвенными методами через наличие у кого-либо атрибута действия можно доказать какие-либо качества совершенства. Поэтому речь идет не совсем об этом, а скорее о том, что отсутствие этих атрибутов никак не является недостатком. отсутствие атрибутов действия никак не является доказательством и признаком наличия у кого-либо недостатка. И наоборот, наличие этих атрибутов, атрибутов действия, они говорят о том, что владелец этих атрибутов что-то приобрел, приобрел какое-то качество, качество совершенства. Это основной и важнейший признак, отличающий атрибут самости от атрибута действия. Более подробнее рассматривая данный вопрос, необходимо заметить, что атрибут самости, атрибут сути, это атрибут, наличие которого не требует наличия кого-либо помимо самого Бога. Наличие и бытия кого-либо помимо самого Бога. То есть, например, чтобы утверждать относительно Бога, что Бог является живым, нет никакой нужды в том, чтобы существовал кто-либо помимо Бога, обладал бытием кто-либо помимо Бога. То есть, самостные атрибуты, атрибуты сути, это те атрибуты, наличие которых не требует бытия кого-либо помимо обладателя этих атрибутов. В отличие от атрибутов действия, где всё полностью дано наоборот. То есть, чтобы приписать Богу атрибуты действия, тот или иной атрибут действия, необходимо наличие кого-либо и бытие кого-либо помимо Бога. То есть, без этого, без бытия, без наличия кого-либо помимо Бога, приписывать Богу атрибуты действия просто-напросто невозможно. Например, Создатель. Такой атрибут, как Созидательство, который является несомненно атрибутом действия. Этот атрибут присущ Богу. Представьте себе, что есть только Бог и Он никого не создал, ничего не создал, нет творений. В таком случае возможно ли называть Бога Создателем? Ни в коем случае. Именно поэтому атрибуты действия – это те атрибуты, утверждения которых нуждаются в наличии, в бытии кого-либо помимо Бога, помимо обладателя этих атрибутов. Это еще одна очень важная особенность атрибутов самости и отличие атрибутов самости от атрибутов действия. Порой описывая и разъясняя различия атрибутов действия от атрибутов самости, утверждается следующее. Утверждается, что атрибуты самости – это те атрибуты, переписывая, которые мы не оглядываемся ни на что, кроме сути и самости Бога. В отличие от атрибутов действия, приписывая, которые мы в той или иной мере оглядываемся, подразумеваем что-либо помимо Бога. Подразумеваем в том значении, что представляем, мыслим. Но это утверждение, и это отличие, и эта отличительная особенность между самостными атрибутами и атрибутами действия на самом деле являются не совсем точным описанием, не совсем точным критерием, не совсем точным признаком. Почему? Дело в том, что самостные атрибуты также делятся на две группы. Первая группа самостных атрибутов – это те атрибуты, которые были названы истинными самостными. Истинными самостными атрибутами. Что это за атрибуты? Это те атрибуты, которые, приписывая которые, утверждая которые, достаточно мыслить только Бога. Например, такой атрибут, как жизнь. Или же такой атрибут, как вечность. Или же такой атрибут, как извечность. Такой атрибут, как жизнь, приписывая этот атрибут, утверждая этот атрибут относительно Бога, Нам достаточно мыслить одного лишь Бога, достаточно мыслить только Бога, чтобы приписывать Ему этот атрибут. И в противовес этим атрибутам, атрибутам истинным, самостным атрибутам, мы наблюдаем другие, совершенно другие, немного отличные от истинных, самостных атрибутов, атрибуты Бога, где имеется одна очень важная особенность. В них наблюдается определенная относительность. Именно поэтому эти атрибуты называются самостными относительными атрибутами. Но относительность в этих атрибутах, она не абсолютна, она определённа, то есть в какой-то мере только они являются относительными. Что это означает относительность? Означает то, что описывая Бога этими атрибутами, приписывая Богу и утверждая эти атрибуты относительно Бога, нам недостаточно мыслить Бога, нам необходимо мыслить что-либо ещё помимо Бога. Например, такие атрибуты, как знание или могущество. Представьте себе эти атрибуты. Когда мы говорим «Бог знающий», мы же ведь подразумеваем, что Он что-то знает, не говоря уже о том, что Он знает абсолютно всё, когда мы говорим о Боге. То есть Бог знающий, значит, есть что-то, что-то мыслиться помимо Бога. Знающий знает о том, что хорошо, о том, что плохо, о том, что возможно, о том, что невозможно, о том, каким образом создать Вселенную. То есть каким наилучшим образом создать Вселенную. Это знание в том числе является знанием Бога. То есть говоря о том, что Бог знающий, мы что-то ещё мыслим помимо Бога. Например, мыслим Его знание о том, каким наилучшим образом сотворить Вселенную. Таким образом, мы видим, что самостные атрибуты также делятся на два разных вида. Это истинные самостные атрибуты, где мыслится только Бог, суть, самость Бога. И в определённой мере относительные атрибуты, в которых мыслится не только Бог, но и что-то ещё помимо Бога, как возможности. Например, мы говорим, что Бог всемогущ. Бог обладает могуществом. Могуществом над чем? Над возможными вещами. То есть, например, над тем, чтобы создать человека, над тем, чтобы создать Солнце, создать Луну и так далее. Так вот, возможность Луны, возможность Солнца, возможность человека, их сотворение мыслится помимо самости сути Бога. Именно поэтому здесь наличествует определённая доля относительности в этих атрибутах, в относительных атрибутах, в относительных самостных атрибутах. Именно поэтому не совсем корректно утверждать о том, что отличие между самостными атрибутами и атрибутами действия заключается в том, что в самостных мыслится только Бог, а в атрибутах действия помимо Бога мыслится кто-то или что-то ещё. Это совсем некорректный признак, отличающий от атрибутов действия, атрибуты самости. А более точными, более корректными являются те самые, которые мы озвучили в начале сегодняшнего занятия. И причина заключается в том, что самостные атрибуты также бывают двух видов. Те, в которых мыслится только Бог, и те, в которых мыслится не только Бог, но и что-то ещё помимо Бога. Здесь вы можете задаться вопросом, в чём же отличие относительного самостного атрибута от атрибутов действия. Но так как наше время подошло к концу, я вынужден прощаться с вами. Данный вопрос мы разберём с позволением Бога на следующем занятии. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи и ва баракату.